Добрый день друзья! Не знаю как у вас, а у нас на плодовых деревьях уже зазеленели почки. Вот это и есть та самая стадия, которая называется зеленый конус. Это значит самое время проводить вторую весеннюю обработку от вредителей и всевозможных заболеваний. Напомню, первую обработку мы делали ранней весной, когда почки еще были спящие. Тогда можно было применять сильные концентрированные растворы. Ну, скажем, трехпроцентную бордовскую жидкость. Сейчас, когда почки проснулись, такие концентрированные растворы использовать ни в коем случае нельзя. Вы можете обжечь растения. Можно применять бордовскую жидкость, но только уже однопроцентный раствор. Я вам хочу посоветовать более интересные препараты, которые я с успехом у себя применяю. Для борьбы с болезнями, с паршой, манилиозом, кокомикозом, клястероспариозом, мучнистой росой. Отличный препарат Хорус. Есть. Я его всегда применяю. Очень хорошие результаты. Ну, а для борьбы со всевозможными насекомыми вредителями, я вам рекомендовал всегда использовать Децис. Ну, в этом году как-то с Децисом не очень сложилось. Я приобрел другой препарат, называется Энжио. Тоже, судя по рекомендациям, очень хороший, подходящий для весеннего опрыскивания. Позволяет бороться с яблочными цветоедами, с долгоносиками, с тлей, ну и всевозможными другими вредителями, которые наносят ущерб нашим садам. В чем прелесть этих препаратов? Их можно смешивать. То есть, вы одним ударом можете убить фактически двух зайцев. Одновременно, одним опрыскиванием вы боретесь и с болезнями, со всевозможными, и со всевозможными вредителями. Не нужно проводить сначала одну обработку, потом через какое-то время другую обработку. Гораздо меньше вы затратите сил, времени, ну и я надеюсь, гораздо меньше нанесете вреда окружающей среде. Итак, берем эти препараты, смешиваем их в одном ведре, каждый пакетик на одно ведро рассчитан. И вот этим раствором опрыскиваем наши деревья. Препарат Хорос выпускается в виде таких гранул, а Энджио такая густая, жидковатая масса. Тщательно размешиваем обязательно. Получается мутноватый раствор. Даем немножко постоять, чтобы как следует все компоненты растворились. И вот рабочая жидкость готова. Итак, наш раствор готов. Вооружаемся опрыскивателями. У кого какой есть, у кого-то простые модели, у кого-то что-то более серьезное есть. И приступаем к обработке сада. Не забываем, что обрабатываем все ветви от верхушки, скелетные ветви, стволы, приствольные круги, кустарники. Вот этими препаратами отлично можно бороться на заболеваниях и вредителях, фактически на всех культурах, которые вырастают в вашем саду. Ну а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok